Доброе утро, мои дорогие! Ну вот, и увиделись. Маки хочу вам снять. Вот, говорю, очень похоже с Болгарией в этом отношении. Там тоже так же в мае вдоль дорог. Всякие какие-то свалки, помойки, всё в маках. Шесть утра. А что я вчера в десятом часу уже упала? Просто вырубилась. Костя прислал сообщение. Сообщение я даже не слышала. Сейчас вот с утра посмотрела. Он пишет, что посмотри велики ребятам. Чувствуют, фотографии пришли. Ну вот, а я только вчера заходила в магазин, где велики. Ну, сегодня всё равно поеду на почту. Хмуренько, ну, разгуляется, наверное, к обеду-то. Здесь погода любит вот так вот. Чтоб с утра было хмуро, а потом как дать по солнышку. А я сходила, мусор выбросила. Вот, сейчас пойду попью кофейку, как я всё до сих пор говорю. Кофейку попью. Только уже два месяца цикорий пью вместо кофе. Да таблетки надо выпить. Да день надо начинать, да, зайки? Вот так с утра весело, задорно. Всё это вымоем. Вот у меня уже тут цветочек аленький. Ну, а чё? Так бы помойку выбросили, да, или там на металл сдали. А так, она же много лет будет работать. В смысле, работать. Стоять. Стоять и цветы в неё сажать. Чего? Вот. Тут вот для другого сохнет. Так что дела идут. А я вот так вот слушаю сериалы. Смотреть мне их некогда только вечером перед сном. А так вот слушаю, слушаю, слушаю. Вот рассказ служанки всё. Смотрю. Господи, столько время, чтобы вымыть этот пол. А ведь сейчас, девчонки, высохнет и будет серый опять. Вот такая плитка. Пока мокрая, вроде нормально всё. Ну, ничего, я теперь каждый день буду её из шланга мыть. Хоть не будет этой пыли. А то тут, конечно, за зиму-то набралось. Милый, мам, не горюй. Ой, надо ещё видео снять сегодня. У меня там несколько украшений сделано. Шарфов штук пять. Руки не доходят даже снять. Ну, ладно. На столе разберу и, наверное, тут-то сниму. Девочки, вот посадила. Они вьющиеся должны быть. Я их около столба специально и посадила. Но так отрезала, что... Не знаю название теперь, как оно. Может, кто знает, скажете мне. Они вот, да, вьющиеся такие вот по... Вот я, садовод-то. ещё тот. Ай, какая красота. Ну, вот кажется, да, вроде обычные маки. Как красиво. Ну, вот и солнышко вроде выходит. А то прям всё утро пасмурно. Ну, и с такими приятными женщинами на остановке поговорила. Тоже приезжие все. Одна, 22 года живёт из Хабаровского края. А вторая, не знаю откуда, но творческая личность тоже художник. Тоже тяжело ей тут... Мне очень нравится. Не хватает социума. Ну, так же, как мне. Так, ладно, сейчас я на почту схожу. Потом позвоню Толику. Надо на рынок съездить. Лене как-то бусы передать. Дел хватает. Да, какая-то погода сегодня. Вроде солнышко вышло, жарко стало. А сейчас опять ушло. Марио какой-то стоит. Вот сколько маков. Ну, вот и центр. Так, пойду сейчас схожу в хозяйственный магазин. Сначала кулинария с ценами, как у ресторана. Ой, какие рисы. Какой-то магазин другой открыт. Крымская косметика. Площадку сделали. Надо будет пацанов сюда привезти. полазить. Так, а там перекрыто, что ли? Или можно пройти? Столики поставили. Столики поставили. Вдали от жен. Алкомаркет. Бильярд. Ну вот. Любителям бильярда будет чем заняться летом. Вот сюда в хозяйственной схожу. Я ищу какие-нибудь интересные емкости пластиковые. Ну, с какими-нибудь краями. Но ничего найти не могу. Сейчас посмотрю. Купила очень нужную вещь. Горшок Сашке. Ну, а что, разве не нужная вещь? Нужная. Я только так что-то смотрю. У Сашки задница-то ох-охо. Не маловато ли будет? Ой. Ой-ой-ой. Пылищет кака. Ну, палаточки открылись. Первые. Ну вот. Получила я посылочку из Симферополя. Там была 30% скидка на всю фурнитуру. Но мне нужны были фины бронзовые. Их нет. Так что я набрала так кое-чего. Ну, со скидкой уже хорошо. Приеду домой, покажу вам. Помогите найти человека. Они помогали прорабатывать территории. Поиски велись две недели. Были задействованы кинологи, военные, авиация. Специальным оборудованием проверялись все болота. Никаких следов передвижения мальчика не было обнаружено. Собаки бронзовые ребятишки. Спасибо. Надо почитать. Вот, только собралась Толику, думаю, сейчас позвоню с площади, и он звонит. Отойди я. Я гряду с почты. А я как раз на площади. Вот видите как. Сейчас школа Лиза Алерт. безвредные советы. А, это для детей. Вот надо будет с пацанами мне работу провести. Ну, я понимаю, что тяжело в Черноморске потеряться, но все же бывает. Пропадают дети. не дай бог, конечно. Я уже заранее переживаю. Два лоботряса вот этих, которым будет Олегу не знаю, а Гриша будет первого августа. Он со мной в один день родился. Двенадцать лет будет. Сами понимаете, возраст такой. Вон в толпе мужиков стоит. Ля-лякают все в клеточку. Теперь ездим столиком по магазинам, смотрим велосипеды для пацанов. О, строится как городок. Так, а где тут велосипеды? Вот, видите, высох пол, какой стал страшный. так, это сохнет. Так, ну вот, горшок, лук тут, морковка, картошка, свеколки, авокадо две штуки купила, посадить еще надо. Вот, картошки, вот такую красивую краску купила. Ну, это наш шланг, горшок. А, и бокорезы купила. Что, в Питере купила бокорезы? Дерьмо. За две недели уже ничего не кусают. так, ладно, сейчас я быстренько поем, потом покажу вам, что мне в посылке прислали. Боже мой, села есть. Ну, включила, посмотрю, там, что там дальше-то. Рассказ служанки-то этот. Ой, а у нее встреча с дочкой. Они так давно не виделись. Ее отобрали, ребенка, просто потому, что так решило правительство. ой, и как это можно ребенку объяснить? Господи, тут ужас какой-то. Я вся обревилась. Ну, девчонки, такой сериал просто вообще. Она на последнем просто сроке беременности. Это вот, ну, короче говоря, богатые люди нанимают себе, ну, нанимают насильно женщин, которые могут рожать, потому, что богатые уже рожать не могут. И вот, что творят, ну, это просто, вот, это ужас какой-то. Вот, она родит, ребенка у нее отберут, а ее отправят к другому хозяину. Ну, это вот словами не описать, это смотреть надо. ой, бросила все дела, девочки мои дорогие. Не могу оторваться. Вот все говорят, да, русские бабы, коня на скаку остановят, горячую избу войдут. Не только русские. Он, американка, тоже дает шороху. В чужом доме зимой там нет света. Вода холодная, вот она камин растопила, волки за ней вокруг там дома ходят, ждут. И вот она сейчас рожать будет одна. Ой, это ужас какой-то. Ни телефона, ничего. Господи, ее ищут. Девочки, какую мне памятку-то хорошую дали там, где детей разыскивают. Помни 3О. Это в торговом центре, в аэропорту, на вокзале. Нужно обязательно детей этому научить. Вот. Помни 3О. Остановись, оглянись, окрикни. Если три действия эти не помогли, обратись за помощью к полиции, к тем, кто здесь работает, охраннику, продавцу, кассиру, или ко взрослым с детьми. Скажи, что потерялся, ищешь родителей, назови фамилию, имя, номер телефона. Помни наизусть. Никуда ни с кем не уходи и жди. Концерт, гуляние, спектакль. Остановись, найди заметный ориентир, афишу, вывеску, крупный предмет рядом с тем местом, где ты потерялся. Попроси помощи у полиции, охраны, работающих или взрослых с детьми. Позвони с их помощью родителям, попроси трубку и поговори с родителем самостоятельно. Никуда ни с кем не уходи, тебя обязательно найдут. дорога домой. Всегда возвращайся вовремя или предупреждай родителей, что задерживаешься. Никогда не разговаривай и не уходи с незнакомыми людьми, даже если взрослый тебе что-то обещает подарить, даже если он просит о помощи. Взрослый человек никогда не попросит помощи у чужого ребенка. Пытаются увести силы и кричи. Ой. Да, и еще надо обязательно кричать, что это не мой папа или не моя мама. Ходи домой всегда одним и тем же маршрутом по освещенным улицам. Транспорт. Если ты остался на остановке, а взрослый уехал, стой на месте, за тобой обязательно вернутся. Если взрослый вышел на остановке, а ты уехал дальше, выйди на следующей остановке и жди, за тобой приедут. Уехал далеко, обратись к водителю или кондуктору, они тебе помогут. Лес. Прежде чем идти в лес, запомни, не ходи в лес без родителей, надень яркую одежду и непромокаемую обувь, возьми с собой свисток, бутылку воды, немного еды и полностью заряженный телефон. Вот, мои дорогие, кажется, да, вроде все это знают, но надо прям вот, я не знаю, в голову бить, как-то вот, как-то вот донести до ребенка вот эти вещи. Вот, что делать, если ты потерялся в лесу? Оставайся на месте, оглянись, покричи, отвечай шумом на шум, используй свисток, бей палкой по дереву, не сиди на земле, построи себе лежанку или шалаш из веток, никогда не подходи к водоемам, даже если тебе очень хочется пить, не ешь грибы и ягоды. Вода, не приближайся к воде, если рядом нет взрослых, не находись в воде без присмотра родителей, не садись в лодку без спасательного жилета. Лед, не выходи на замерзшие реки и водоемы, даже если раньше ты так делал с родителями со своими. Если ты увидел, как кто-то провалился под лед, позови на помощь взрослых. Если ты оказался на льду и слышишь, что он под тобой хрустит, немедленно ляг на лед и ползи в том направлении, откуда ты пришел. Вот так вот. Ну а теперь после таких полезных советов давайте все-таки посмотрим, что вы мне прислали из интернет-магазина из Симферополя. Я уже сама, честно говоря, не помню. Так вот ленточку прислали. Вот такой вот магазин, вот так он называется интернет-магазин в Симферополе. Ну, я говорю, мне нужны пины по зарез. У меня их нет. Так, ну вот, хорошо, рамочки для бусин. Ой, сделаю какое-нибудь украшение с такими рамочками под золото. у меня не было под золото. Вот, очень хорошо. Так, теперь вот такие металлические бусины. Ну, я как-то думала, что они побольше. Ну, можно и серьги сделать, можно в украшения добавить. Такие, видите, как мятый металл. Так, теперь что? А, ну, это шапочки. мелкие шапочки вот такие. Рамочки вот такие вот под серебро. Маленькие. еще вот такие шапочки. медные. вот эти вот. Медные. Так. А это что они мне положили? Ой, Господи, это у меня там получалась переплата. я им говорю, положите шапочки мне. Ну, и, конечно, они мне всунули шапочки огромные. Вот эти нахрен они нужны. ну, понятно, что не продается, то и надо. Так, ну, вот эти у меня не помню, были, не были. тоже такие. Так, каучук. Такой, вот такой. Так. Тоже шапочки под золото. Ну, значит, будем делать под золото. Так, еще медные. Маленькие. Еще медные. Так. Еще вот такие вот медные побольше. Еще бронзовые. Под серебро. Другие под серебро. Бронзовые такие, как звездочки. Это маленькие медные. А что я их так мало заказала? Таким бы мне надо бы побольше. Ладно, будем еще заказывать. Что делать? Так, ну, и бронзовые тоже вот еще и под золото. Ну, вот. Очередное богачество. Так, что будем делать, видимо, под золото и под серебро. оно еще медное у меня есть. А вот бронзовые бронзовых нет пинов. я уже не помню, говорила, нет, розмарин купила. Маленький кустик такой. Надо ему место найти, посадить. Пожалуйста, полдня пасмурно было, а теперь вот уже к трем часам вон разгулялась погодка. зайки мои. Насмотрелась азиатских видео. Они там если красят, то мама не горюй. И что-то мне тоже захотелось. Что-то такого ненормально яркого. Ну вот будет снизу оранжевый, а сверху зеленый. Но опять же не зеленый, а тоже такое яркое, салатовое. Бомбический такой цвет. Ну что, будет ярко. Тоже, я думаю, неплохо будет. верх никак не сухнет. Мои дорогие, хочу еще раз к вам обратиться. До двухсот человек в инстаграме осталось всего трое. Кто не подписан, подпишитесь, пожалуйста, в магазин. Саша приехала, завтра, ну она фотографировала украшения уже, завтра будет выкладывать или послезавтра новые. Помогите, пожалуйста. И будет розыгрыш, вот прям как двести человек будет, будет розыгрыш украшения. Я не знаю, там Саша сама будет выбирать. Вот. Одно или два, там, или три, я не знаю, сколько она там, мы с ней на эту тему не разговаривали. ну, в общем, вот так вот. Подпишитесь, пожалуйста! Посадила розмаринчик. Не знаю, правильно я делаю, неправильно. Опилками обсыпала, думаю, может быть, хоть не будет так трава расти. Ну, трава просто, блин. Мне тут насоветовали вот эту траву скошенную, да вырванную класть, чтобы не росла трава. Да вон она! Поднимается все это сено на этой траве. Ай, господи! Не знаю, вот. Вот канна еще вылезла одна. Может, и остальные вылезут. Это я все тут траву кидала, чтобы не росла. Теперь собирать надо. Ой, ландыши так быстро отсвели. Слушайте, я и не заметила. Прям что-то раз и все. Хотя поливаю я, но все равно. как будто и не было. Смотрите, гранат-то вот-вот зацветет. Вон уже. Вон уже. Вон я иду закат смотреть. Не опоздала я. Так, надо свет включить, а то потом ухожу, забываю, потом очухаюсь, иду свет включать. Вон на чё. За облаками солнышко-то. А ко мне сегодня стучался в калитку молодой человек. Ой, кстати, мне надо веревку привязать. ну, веревка оторвалась осенью той, так и это. Всё забываю. Сама-то себе не звоню. вот, стучался молодой человек. Я вышла, он говорит, ой, я увидела у вас объявление о продаже. Ну, вот, домик продаёте. Я говорю, да вы заходите? Он зашёл и говорит, да, тут не домик, тут целое поместье. Значит, у меня, говорит, денег не хватит. Я ему говорю, а вы не хотите дом в Медведево? Медведево – это, ну, деревня. Я, правда, не знаю, большая, небольшая, да, наверное, большая. Если кого-то интересует, пишите. 70 метров дом, гараж, участок, я вам скажу, сколько чего, газ там. Ну, правда, удобства нет в доме, ну, вода, свет. ну, вот, делать надо. Вот. Если кому интересно, напишите. Вот. Ну, в общем, короче говоря, не удался покупатель. Ну, он такой молодой парень. Я ему говорю, в Медведево дом продаётся. Он говорит, недалеко. У меня работа в Черноморске, а это надо ездить. вот. Ну, ему понравилось. Он говорит, ой, как у вас красивенько, приятненько. Я говорю, стараюсь. А он как раз приехала у меня там. Я сама вся в краске. Вот. Так что, вот такие дела, мои хорошие. Ну, ладно, давайте будем прощаться. до завтра. Осталось у меня два дня спокойной жизни. Ой, не могу. Я уже прям заранее прям предчувствую. Вон солнышко вроде как вылезает. Весело будет. Я никак всё не разберу, потому что хочу сделать до их приезда вот с этим цементом закончить. И тогда всё поубирать. Потому что Сашка же лезть везде будет. Ему же любопытно. Ну, чё, ребёнок. Понятно. Вот. И пока у меня никак. Пока бардак. Ну, одну я от стиральной машинки бак завтра должна доделать. А ракушку, наверно, послезавтра только. Ещё завтра высохнет, красить надо. В общем, короче говоря, вот как красивенько. Получилась щель какая-то в облаке, солнышко там. вот я говорю, весь день ветер дует, не знам о какой. Всё, к вечеру тишина. Светёт. Сколько от этих акаций мусора. это вообще уже полусухая. А говорят, что их пилить нельзя теперь просто так, которые за участком. Не знаю. Ну, ну, красиво же, правда? Ладно, а то я начинаю перескакивать с одного на другое. ой, покормила котов. Уже смеюсь. Уже ходят бандой целой. Видно, рыжий кот проболтался знакомым своим с помойки. и они теперь так это потихонечку так скромненько приходят и так поглядывают. А как бы чего-нибудь где-нибудь да как. Ну. А я же не ем ничего такого. Вот тут рыбу покупала и ела, так я им там поддавала голову, да вот это вот всё. Вот. А так-то особо и нечем кормить. молока налью там, ну творог там если не доела отдаю. Так-то я ничего такого-то не ем. Ну а начинать опять корм покупать. Ой, сейчас пацаны приедут, будет еда оставаться, буду всех кормить желающих. Вон, смотрите, как здорово. Ну ладно, мои дорогие. Давайте до завтра. Пусть всё будет хорошо. Хорошего вечера, спокойной ночи. А я, девчонки, вот прям советую вам посмотреть вот этот вот рассказ служанки. Я посмотрела два сезона, думала, всё, конец. Нет, твою мать, опять ревела, сидела. Хотя я не люблю сериалы женские, но он какой-то такой. Он женский, конечно, потому что только женщина, я думаю, может понять, вот что с ней происходит. что вокруг творится и как. Я думаю, что мужчине как-то не очень это будет интересно. Вот. Но меня прям ну так зацепил. Ну такие переживания. И знаете, это вам не рабыня Эзаура. Там настолько всё серьёзно, настолько горько, обидно за людей. Но всё равно вот вроде бы одни переживания. Причём такие, знаете, не сопли вот эти вот, а вся мыла. Нет. И всё равно веришь в хорошее и столько там любви, добра какого-то. Много очень жёсткого, ну и ну не знаю, мне очень понравился. Очень серьёзная работа такая, прям серьёзная. Я говорю, заставляет задуматься о многом. Я его смотрю на кинопоиске. Я не знаю, ну, наверное, ещё где-то есть. вот и солнышко вышло, прощается с нами. Вот. Ещё, ещё сезон, третий сезон. Ну, у меня просто нет времени. Я даже слушаю-то его. Я то туда пошла, то туда пошла, то попропускала много чего. Вот. Ну, вообще надо его посмотреть. хотя бы третий сезон. Не слушать, а посмотреть. Ну, это вот будет время. Очень мне понравился, прям. Я очень люблю сильных людей, которые борются за свою жизнь, и не только за свою. прям понравился. Даже больше остальных всяких. Так что прям советую, кто любит вот такие серьёзные вещи, в то же время такие переживательные. Посмотрите. Тем более он три сезона. это у меня идёт сплошняком просто. Вот он идёт, идёт, идёт. Я что-то делаю, делаю, а он идёт, идёт. А так, вот если по серии каждый вечер смотреть, это надолго и очень познавательно. Ну, всё. Разболталась, не остановить. Ладно, лопуськи мои, всё, солнышко уходят. Давайте. Надеюсь, что до завтра. Я вас люблю, целую, обнимаю. Всем, кто на дачах и в огородах, удачи, удачи и терпения. Ну, и всем здоровья. И всего-всего самого хорошего. Ну, и пока-пока. И вам, и солнышку. Пока-пока. Пока-пока.